ну то что произошло детально рассказывать здесь сейчас бессмысленно это вот потом добавить пару слов наш подход я говорю от имени ветеранов села дзубжей и от имени тех которые были же им сегодня здесь стыдно стало прийти давать как будто жалуются как будто плачутся как будто у нас избили они уполномочили меня высказать ихное мнение я такое кощунство я не всем никогда не ожидали от наших так называемых доблестных защитников правопорядка где супруга посоветовала купить им всем вот эту книгу вопербаи и вручить это не подходит ни под какие кодексы чести закона неправильно себя веду но значит не то что купить им они каждый из них дома уже должен был меня читать к сожалению мы уже это все забыли вот такой кощунственный поступок сделал в отношении семерых ветеранов и все они кстати инвалиды среди них человек который в одиночку пошел взрывал кадовский мозг который грамм водку не пьет вина не пьет уже 20 лет инвалид без ноги его грудь вес если он разденется сейчас вам покажется это вы все вот молодежь здесь сидите вы с ума сойдете ногами их не отцы сергей платонович бар мой боевой друг он со мной на вы разговаривал сосланили бы он постоянно ругались что у ареоавтомат гелгело куда ты идешь ты начальник штаба вот здесь сиди он с нами это скучкороб это свист сорок всю эту тяжесть человек прошел я не хочу фамилии трогать я не хочу это да его сын сегодня ногами бьет будучи министром внутренних дел ветеранов отечественной нашей войны ребята такого беспредела я не вот эти ветераны заявили мы в таком государстве жить не хотим мы покинем это государство большинство из них все обеспеченные были в россии до войны все работали все вернули суда и кровь свою пробили все инвалиды сегодня в том числе я перед вами сижу я все этапы жизни прошел с грузинами вы знаете сколько здесь у нас драк было сколько ногами что в грузине нас били чтобы мы их били ногами такого не было люди добрые кощунцами вещи говорю это ни в какие рамки ни в какое это не входит вот еще что я хочу заострить внимание произошло такое просили их на дороге ночью дождь или подобрал их одного в одну машину другого всю ночь по больницам швы это ни один человек не откликнулся на второй день утром хотели собраться вот здесь прийти и мбд бомбить мы ели людей остановились ну за рамс аку нам бирая ели остановили говорим дайте им возможно дадим что власти или кто-то опять я не в политику переводил чтобы кто-то появился хоть какое-то объяснение дал да не прав наш депутат может да он стрелял да он решил вот это я тоже там должен был быть я представляю если там было бы что было бы со мной потому что эти интеллигентные люди 75 лет человеку можно его так поступить я извиняюсь я немножко эмоциональничаю но ни один человек не появился мы до трех часов дня тысячи людей стоим ни один человек не появился и вдруг чаше терпения лопнуло когда министр выступая дает интервью по телевизору и говорит мы готовы возместить ущерб их извлечения он что ветеранов покупать это был предел всему а теперь чего хочу начать эти события там не было ветеранов ничего там было целенаправленно преследование депутата который не разделяет точку зрения кого-то у нас были события тамышки когда вызвали ряд депутата населения которые не голосовала за него и попытались сделать ему блатную разбор мы на это не среагировали мы собрались и решили давайте людям дадим возможность летний сезон провести курортный день победы отметим потом по этому поводу мы соберемся в селе и поговорим пригласим соответственно кто его вызывал все это цепочка одной цепи они то что в 12 они ссылаются бибилов там сидел бибилов уехал в 6 часов вечера дорогие мои вы все это знаете на кого силах сам сами они сидели там пили они сами все выпившие были после этого когда он давал интервью и мы все таки рассчитывали вот так вот я мы сидим думаем сейчас он скажет ветераны извините мне и у нас опустятся все пойдем мы этих ветеранов уговариваем ни одного слова извинения я еще раз повторяю сергей платонович для мне был брат друг боевой друг это уникальнейший человек я фамилии никаких отношений мы фамилии никому не имеем мы имеем за беспредел то что они сделали вы попросили разобраться вы все знаете как парламент себе повел что там было еще вам хочу сказать если вот там нас не было не старше а вот это трагически мы закончили бы вот там тот вечер но я благодарю наших однозначных благодарю всех за то что все послушались и тихо пошли себе домой я вас уверяю если в понедельник не будет правильное принято решение то эта цепочка протянется далеко и будут страшнейшие вам говорю посредством людям все поперек горло стоит ну чтобы вот так с ветеранами я сейчас представил себе если там два-три молодые ребята были бы что с ним ну их может быть и не тронули здесь было целенаправленное прямое целенаправленное избиение ветеранов во главе с депутатом вопросы будут на любые вопросы готовы а значит кто вам?